Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Я запустил собственный проект на планете. Проект важный для меня и, я надеюсь, не только для меня. Это полнометражный документальный фильм об одном моем очень близком друге, к сожалению, ушедшем. И сейчас я хотел бы рассказать, как я это сделал и как вообще запускаются краудфандинговые проекты на планете. Что такое планета, я думаю, объяснять не нужно. При том, что это очень действенный инструмент по привлечению средств, сам процесс запуска проекта организован максимально удобно. По UXUI я бы поставил 10 из 10. Мне даже объяснять тут нечего, все и так понятно. Создаем аккаунт, заходим в аккаунт и тут панель управления аккаунтом, главная страница, ну и минимальные настройки. Я советую, кстати, сразу все заполнить, вставить реальное имя, поскольку к пользователям с ником вместо имени бесконтактных данных потенциальные спонсоры относятся с недоверием. Планета об этом также предупреждает. Ну и рядом с панелью аккаунта кнопка создать проект. Правила создания. Не забудьте, кстати, подтвердить адрес электронной почты. Правила, конечно, нужно изучить, но в целом важно то, что не допускается к сбору. Если вы запустились на другой краудфандинговой платформе, если проект не связан с творчеством или общественно полезной деятельностью. В целом, если вы сомневаетесь, можно или нет, то все равно отправляйте проект, а модератор уже зарубит, если что. Все, принимаем условия и создаем проект. Тут 4 закладки, то есть 4 шага. Основные данные. Это превью проекта на планете, ну и, собственно, основные данные. Название, описание, важная вещь, естественно, сумма. Сумма должна быть реальной. Если вы соберете меньше 50%, сгорит все, имейте в виду. Все вернется жертвователям. От 50% до 100 комиссия планеты составит 15%. От 100 и выше 10%. Учитывайте еще и это. И из этой суммы будут уплачены налоги. Дату можно выставить примерно, потом ее можно поменять в конце модерации. Если ваш проект относится к благотворительным, нужно поставить эту галочку. Это даст ряд преференций, но не всякий проект попадает под благотворительность. Сейчас загрузим фото и перейдем к следующей вкладке. Тут есть предпросмотр, то есть можно видеть, как это все будет выглядеть на планете. Ну, нормально. Не забывайте сохраняться. А здесь можно вписать свой адрес. Ну, окончание адреса. Я назвал проект Калодезера. Так называется деревня, в которой служил Аркадий. Переходим в детали. Это, собственно, страница проекта на планете. Тут вы подробно расписываете детали проекта. Читаете, что советует планета и следуйте этим советам. Мой вам совет. С технической точки зрения тут все просто. Настройок минимум. Шрифт, можно вставлять ссылки, ролики, фото и так далее. И выравнивание текста. Это они хорошо придумали, что ограничили пользователи минимальными настройками форматирования. А то бы понеслось. Красный H1 на салатовом фоне. А здесь можно, точнее нужно, добавить видео или фото, которое будет в шапке страницы. Планета советует видео. Это действительно лучше работает. В моем случае это тизер фильма. И я его вставлю, как видео с YouTube, хотя можно заливать видео и прямо сюда. Сохраняем. Можно посмотреть, как это будет выглядеть. Вот тизер. Вот страница. Ну, в общем, вполне презентабельно. И переходим к вознаграждениям. Вознаграждения добавляются по одному. Система потом сама отсортирует их в порядке возрастания. Сумма, количество вознаграждений, фото. Ну, в общем, я добавил пару вознаграждений в проект. Так примерно это выглядит. Их можно впоследствии отредактировать. Не забывайте про графу способы получения. Даже если кажется, что про это не нужно писать. Типа, вам придется ссылка на электронный адрес. Все равно пишите. Но в любом случае, куратор вам про это напомнит. И здесь обратная связь с жертвователем. Если она нужна. В моем случае мне нужен адрес электронной почты, поэтому я добавлю запрос получателю. В типичных адреса нет. Значит, напишу сам. Ну и, собственно, после того, как вы добавили вознаграждения. Давайте еще раз посмотрю, как это все будет выглядеть. Не нравится мне эта фотка с первым вознаграждением. Ладно, потом поменяю. После того, как вы добавили вознаграждения, хотя бы несколько, нужно заполнить закладку контрагента. То есть того, кто владеет проектом, будет конечным получателем денег и с кем будет подписан договор. Здесь ИНН, паспорт, реквизиты банка и так далее. И после заполнения всех полей вы отправляете проект на модерацию. Модерация занимает до трех дней. Проекту назначается личный куратор. У меня он был очень вдумчивый, надо сказать. Дал несколько важных и действенных советов. Так что к куратору прислушивайтесь. Ну а дальше уже все зависит от удачи и ваших пиар способностей. Все, любите друг друга. Пользуюсь служебным положением. Хочу пригласить вас на мой проект на планете. Ссылка в описании. Там, кстати, в числе призов мой онлайн-курс по съемке и монтажу. Правда, не дешевый, но это же краудфандинг, благотворительность. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать утеплиться социальных технологий.